здравствуйте уважаемые зрители это программа мужская компания и ведущий горов вячеслав я сразу говорю что я буду говорить тихо постараюсь не громко почему потому что я приехал половить на мормышку окуня на шерстнях первый лед большой водоем шерстни все это прекрасно знают и возле берега уже лед 8 10 сантиметров хотя в середине еще гуляют волны но вот возле берега возле камышей можно половить окуня как на блесны так и на мормышку рано утром я пришел нашел место рассверлил небольшой пятак лунок 6 дел пробежался с мормышкой то есть обыкновенной спортивной удочкой глубина здесь небольшая рядом заросли травы и вот в этих пяти лунках нашел одну рабочую но пока я искал все товарищи которые сидели возле камышей меня спалили и начали активно меня обуривать поэтому мне пришлось поставить палатку но я просто подумал что во первых от солнца спрячусь потому что солнце сегодня яркое светит сильно и не охота чтоб лицо сгорало это во первых а во вторых просто в палатке меня не будет видно я буду сидеть тихо спокойно надеюсь что дальше меня не обурят и буду получать удовольствие словить окуня на спортивную зимнюю удочку на мормышку глубина здесь около двух метров то есть все кто ходит по льду по чистому по небольшой глубине шумят стучат таскают свои корыто штучат шабалой по льду бурами бросают орут матерятся клёва нет да какой клёв то у вас может быть если вы шумите всего полтора метра лед как стекло прозрачный все же видно выходите шумите стучите по-другому никак не скажет мало того даже вертуши у меня тихие то есть некоторые товарищи еще ездят с этими с гвоздями вот на карася там ездят на озеро чистое там все время все жалуются кругом начинает ставить палатки гвозди долбят по башке себе подолбить после того как вы долбите по этому тонкому льду при небольшой глубине вся рыба просто убегает у вас поэтому не клюет по крайней мере там часа два пока она не вернется сюда ну в общем то вот такое вот у нас начало я уже поймал наверно спиток хороших окуней потом я конечно же покажу а сейчас я покажу такой гвоздик надеюсь его видно и вот на этот гвоздик с леской 0 1 не толстой я буду сидеть свои свои удовольствия вот как раз и солнышко вышло все как полагается первых поклевок сразу нет то есть я проверил почему потому что скорее всего просто пошумел нет было покрывка то есть пошумел вести себя надо абсолютно тихо то есть я вот даже сейчас разговаривать разговаривают это считаю что это ну вот видите первый окунь хороший размер ну давай все успокойся 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 еду вот такой едовой размер я убирать его на лед не буду достать буду убирать его вот в этот ящик промазан удобный здесь есть отверстие там зашумел и ящиком кстати по льду тоже надо не шуметь где моя любимая тряпочка для удобства надо иметь тряпочку то есть обычно рыболовы на ногу вешивать у меня вот здесь в крайнем случае могу вот на магните оторвать на магните же вот она у меня болтается здесь удобно то есть окунь стоит под нами мало того он еще может здесь собраться потому что палатка создает тень да еще если на год все уже будет рядом спалили да и боксе рыбы на всех хватит мне не жалко мне главное чтобы не шумели но если ты уж пришел подбуриваться под человеком сделает максимально тихо и спокойно чё шуметь добрый окунь под лункой посмотрим то есть но сейчас раннее утро часов десять наверно одиннадцатый окунь клею на мормышку по первому льду видите я даже без булки лучше балуй зашумел давайте сменим отеля клеят постоянно периодически попадаются мелкий грамм 30 но в основном такой мерный от 50 до 80 грамм постоянно клеят я уже успел сходить прогуляться тут рыбака ближайшего предупредил немножко посоветовал чтобы он не стучал а сорвался по льду буром и шабалой ну он правда тоже наловил и слава богу остальные все разбежались у них тут не клюет рядом поэтому стало потише надеюсь что и окунь сейчас будет покрупнее красота среди бегущих и вниз легкими покачивания можно поэкспериментировать потренироваться с проводками с различными на что он будет реагировать на подмотку лески он реагирует вот то более-менее я же говорил что здесь есть покрупнее и отцепился как раз в обмене в наш ящик волшебный кстати ящик мне понравился обычная рыбачил на стульчиков тут вот прям на ящике попробовал я скажу что поудобнее потому что в ящике у вас там и удочки и какие-то мелочи есть боковые кармашки куда можно там шабалу положить кормушку прикабливать то есть удобно да и рыбу в ящик ничего себе иди сюда иди сюда иди сюда здесь видно подо льдом сейчас это с другой стороны подойдет вот он какой красавец иди сюда упс вот он жабра красивый какой я же говорил что все у нас получится еще один хомячок но этот чуть поменьше как хорошо-то подклювал как маленький то есть вот тык тык буквально всего лишь вот таких окуней мы наконец-то дождались красивый окунь смотри какой замечательный даже рукой ну приятно приятно давайте зафиксируем вот он такой вот окунишка можно таких половить я думаю что нам сейчас и ящика будет маловато 10 литрова есть он здесь есть подошел вся смотрика даже обновим по этому поводу только руки вытерем прям что-то руки затряслись моему медленная была проводка я даже сейчас не вспомню ну поиграем поэкспериментируем потому что это тоже там подо льдом ходил кругами мог опять-таки перепугать сколько у нас ну минут 10 наверное прошло 15 может быть на рыбалке время быстро летит ну какое-то время прошло не было поклевок я прям расстроился начал искать варианты всякие дурные мысли в голову лезут она вон она как они просто пришли и всех выгнали и ту же мелочь теперь надо вести себя тихо главное чтобы они отсюда не ушли но они будут возвращаться то есть если здесь корм запах лежит на дне то они все равно будут возвращаться у вас есть что-то хорошее иди сюда вот сломанулся увидел и ломанулся идея сюда аккуратно это мы привет но не сказать что хомячок но покрупнее я после того как прикормил поймал пару маленьких окуней видимо мелочь пришла потом было какое-то затишье минут пять и как только вот после затишье я уже сразу сосредоточился и ожидал более менее крупного но это не крупный средний на сегодня но такой полухомячок сразу уберем его вот такой еще возможно с тайны входит поэтому мы сделаем все быстро аккуратно и сейчас еще попробуем сразу же он у нас где-то на дном взял только включил камеры и хочу зафиксировать вот этого вот красавца наконец-то я его дождался ну правда произошел обрыв видите лески нет потому что леска не выдержала такого вы ваш оборвал но уже в лунки то есть намочил руку схватил посмотрите какая прелесть а вот он вот ради таких вот стоит ездить на рыбалку у него даже еще мормышка осталась живая в общем сейчас будут перевязываться и вот этого красавца мы сейчас убираем себе большой хороший ящик все пусть там сейчас придется вытираться перевязываться то есть делаем небольшую паузу но единственно еще могу сказать что сейчас вот вокруг все разбежались видимо у них не клевало и все опять убежали в камыши здесь стало тихо я громко говорю меня никто не услышит меня никто не будет поэтому закончим мы наверное на сегодня нашу рыбалку наловился сегодня если честно вся тактика наша была правильной я думаю что доказательством этому всему будут вот эти пару хомячков ну там еще было пару полу хомячков то есть я думаю что вот сюда покажем сейчас достойные так покрасивее сейчас возьмем ну ладно не важно помоем руки после рыбы я пакетиком лунку закрою чтобы у нас рыба не убежала все у нас получилось у нас даже сегодня был обрыв но без потерь вот мы единственное нам мешали это рыболовы которые кругом тут с утра меня спалили что рыбу клеет и прям все это бурили но все равно через какое-то время они разбежали стало тихо им можно было спокойно помедитировать половить крупного окуня ну и целая куча там рыболов лазит по камышам думаю что у них что-то есть может быть не так активно там клюет но все-таки есть раз они переместились сюда увидели что у меня клюет а потом все обратно вернулись туда в камыши на этом я с вами прощаюсь с вами был егоров вячеслав подписывайтесь на канал здесь ловят рыбу